Здравствуйте! В эфире программа «Крупным планом» и я, ее ведущая, Олеся Хитобурова. И сегодня у нас в гостях Константин Кузьминых. Константин Кузьминых – академик Российской Академии Художеств, председатель Магаданского отделения Союза Художников России, секретарь Союза Художников России по Дальнему Востоку. Здравствуйте, Константин Борисович! Здравствуйте! Ну, о том, что в Магадане проходит фестиваль Косторезного искусства, наверное, знают уже все, но не все знают, кто в ней участвует, и что она проводится третий раз уже. Первая выставка состоялась в 2017 году. Как это было? Расскажите, сколько было участников? Первый фестиваль прошел у нас, да, международный фестиваль прошел в 2017 году, и участвовало в 5 стран в этом фестивале, и участвовало 15 субъектов Российской Федерации. Второй международный фестиваль проходил в 2019 году, участвовало уже 8 стран, и уже было 20 субъектов Федерации. И в этом году у нас уже третий международный фестиваль, и участвуют уже 12 стран и 21 субъект Федерации художники. А какие страны? США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Китай, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Луганская Народная Республика. Ну, как вы правильно отметили, это действительно не просто выставка, это настоящий фестиваль, международный фестиваль. Расскажите, как вам пришла идея организовать это все в Магаданской области? Ведь именно вы, да, придумали сделать это? Ну, дело в том, что в 2016 году, еще до проведения международного фестиваля, нами был организован Всероссийский фестиваль Косторезного искусства. К нам приехали художники из разных регионов России. И вот эта идея сделать международный фестиваль как раз тогда, в 2016 году, и родилась, потому что, ну, Косторезы, это достаточно такая, ну, как бы, штучная профессия, их не так много, и тем более их не так много вообще, в принципе, живет и работает сейчас в целом в мире. И они друг друга знают. И когда приехали, там, художники Косторезы на Всероссийский фестиваль, они сказали, а мы еще знаем, например, вот там художники на Украине, есть в Белоруссии, есть в Казахстане, ну, есть, естественно, на Аляске, есть там в Норвегии. И вот эта идея пришла, мы их нашли, мы всем выслали приглашение, все с удовольствием стали, ну, ответили, прислали фотографии своих произведений, и в 2017 году мы провели вот этот первый международный фестиваль. Сложно было? Конечно. В чем была самая главная сложность? Ну, там их сложности были, во-первых, в трех направлениях. Первое направление – это, конечно, транспортная вообще вся схема, доставка произведений, приезд участников, то есть это все Магадан, не везде есть прямые рейсы, это все какие-то транзиты, тем более, если из-за рубежа, это все в любом случае с пересадками, а то и с двумя пересадками. И, в общем-то, вот это вот первый был вопрос, это именно вот логистика. Логистика, потому что, ну, необходимо было заранее получить у всех паспорта, заранее получить у всех фотографии произведений, каталожные данные, это для издания каталога, заранее всем приобрести билеты. Эти билеты всем разослать, всем объяснить, потому что многие еще из тех, кто участвовал, и в Россию приезжали первый раз, и поэтому были, ну, такие проблемы технические, логистические. Второе, это, естественно, деньги, потому что впервые, как бы уже вот в этом третьем фестивале правительство Магаданской области поддержало полностью наш проект и выделило на это денежные средства. То есть предыдущие два кто оплачивал? Первое, это были спонсоры, которые я находил, просто частные спонсоры. В 2017 году это был АТБ-банк, они дали львиную долю денег на проведение фестиваля, и частично деньги были, там получались по поводу субсидии, причем были субсидии получены, в первый раз была региональная, во второй раз субсидия федеральная, но в любом случае это не было финансирование прямое, как это произошло в этом году. Вот, поэтому, ну, как бы с каждым разом все лучше и лучше. А третья проблема? Ну, третья проблема, это уже как бы здесь, ну, на месте, имеется в виду, что когда приезжает, там, скажем, 20-25 гостей, вы должны понимать, что их надо занять, их надо развлечь, их надо повозить по городу, сделать экскурсию. Мастер, потом у нас же как бы сама по себе выставка, это, конечно, самая значимая часть вообще фестиваля, но помимо выставки у нас есть проведение мастер-классов, у нас есть искусствоведческая конференция, ну, у нас есть там два мероприятия, это открытие и закрытие фестиваля. Ну, то есть это надо заниматься, это просто, вот, грубо говоря, с утра до вечера ты занят только этим, другого ничего нет. Понятно, что одному это вообще никак не организовать. Какая команда с вами работает? Кто помогает вам в организации всего этого? В любом случае помогает наш союз художников, у нас есть Косторезная секция, ее возглавляет Виктор Максимович Выхлянцев, конечно, он оказывает большую помощь и поддержку, а также другие наши художники, которые также, это Алексей Вербицкий, это Владимир Пахилюк, это, ну, в общем-то, помогают люди, конечно, помогают наши художники, помогают и технически, помогают и с машинами, помогают там встречать, провожать, помогают там организовывать и так далее. Ну, и вы говорите, что с каждым годом все легче и легче, это все происходит, ну, потому что ты набираешься опыта, и я так понимаю, что этот фестиваль все-таки станет действительно регулярным, традиционным и периодически будет проводиться, да? Во-первых, он стал регулярным и традиционным, и как бы когда фестиваль международный уже третий раз, то это уже регулярно. Второе, значит, у нас есть уже определенный состав участников, которые участвуют в фестивале из раза в раз и с года в год. И как бы с ними уже налажены все контакты. Есть телефоны, электронные адреса. Эти люди знают, как добираться до Магадана. Эти люди знают уже выставочный зал, потому что фестиваль, все три наших фестиваля именно проходили и проходят сегодня в торгово-выставочном центре «Астра». Мы занимаем здесь практически весь первый этаж. И вот эта группа людей, которые уже ездят из Белоруссии, из Украины, Архангельская область, Казахстан, постоянно принимают участие. И с ними очень легко, и уже ничего не нужно объяснять, и поэтому это облегчает. Кроме того, как бы я уже сказал, финансирование, то есть не нужно ходить с протянутой рукой по предпринимателям, искать спонсоров и так далее. То есть, как бы такое прямое финансирование бюджетное, конечно, предполагает, что чувствуешь себя легко и в плане того, что каталог надо печатать, и людей расселять в гостиницу, и билеты приобретать всем и так далее. И поэтому я надеюсь, что следующий фестиваль будет еще больше, будет лучше, и стран-участников будет больше, потому что мы еще нашли. В общем-то, у нас есть уже, так сказать, Гренландия, Австралия, то есть есть еще регионы, где живут художники-косторезы, которые хотели бы, и которых можно приглашать и организовывать. Ну и мы с вами говорим о сложностях проведения этого фестиваля, о том, что это действительно очень дорого. Вот сколько нужно денег для того, чтобы провести такой фестиваль? Ну, я думаю, что здесь мы не будем озвучивать точную цифру. Я просто скажу, что, конечно, это не один миллион рублей, и имея в виду то, что мы обеспечиваем полностью всех наших приезжающих, опять же, авиабилетами и гостиницей. И издание каталога в этом году у нас самый большой каталог, и за все время вышел. Это 230 страниц, и в каталоге участвуют у нас 120 художников, и представлено более тысячи произведений косторезного искусства. То есть это очень, очень такое серьезное издание, и поэтому на все это, конечно, нужны деньги. О работах давайте поподробнее поговорим. Понятно, что это разные регионы, разные страны, и, конечно, это разный материал. Вот из чего работы делают? Ну, материал действительно разный, и вот как раз материал – это региональная составляющая любого промысла, косторезного промысла в любом регионе. То есть в любом случае, Чукотка – это клык моржа, потому что там морж, и традиционно, и резьба, и гравировка по клыку моржа – это как раз традиционный промысел Чукотки. А Якутия – это уже в большей степени… Сегодня это и бивень мамонта, и ирок оленя, потому что, ну, бивень мамонта там… В Якутии – это самые большие месторождения. Больше всего там находят. Больше всего там находят. Да, да, находят, да. И, ну, ирок оленя, потому что, конечно, в Якутии оленей есть. Вот, Магаданская область – это уже и бивень мамонта, и клык моржа, то есть смешанный и рог оленя, и рог барана с Неснежного и так далее. А есть регионы, вот, например, Казахстан – это баранья лопатка. Вот резьба по бараньей лопатке – все. Но других материалов там нету. Вот, то есть из чего, как бы, вот регионально есть, вот из того и делают. А другие страны, какие представлены материалы? Аляска – это клык моржа, потому что к нам приехали два эскимуса, они привезли свои произведения, и произведения не только свои, но и своих коллег. Всего семь мастеров участвуют у нас с Аляски. В основном это, конечно, как-то клык моржа. А Канада? Канада – участник приехать не смог. Он у нас есть, да, он у нас просто вот в связи с пандемией сокрыты несколько стран, и участники просто не смогли приехать. Мы их приглашали, их было большое желание. Ну, просто закрыты страны. Это Канада, это Норвегия, это Швеция, это просто, ну, страны закрыты. То есть я ходил в иммиграционную службу, спрашивал про это, интересовался, делали мы приглашение им, но ничего не получилось. Вот пандемия, действительно, это такой больной вопрос, о котором говорят абсолютно в разных сферах, кто бы где ни работал, она повлияла, но негативно, откровенно говоря. Вот насколько сложно вам было организовать этот фестиваль именно в этих условиях? Ну, вот сложности были, особенно вот с приездом участников, потому что даже в самый последний момент и страна открыта, и все хорошо, и билеты уже куплены, и чемоданы упакованы, и буквально за несколько часов до отлета получил положительный ПЦР-тест наш участник, Александр Корзун из Минска, и как бы Белоруссия у нас из реальной выставки тоже выпала вот прямо вот, совершенно неожиданно, прямо перед отлетом. Он мне позвонил, сказал, я не могу, я получил тест положительный, хорошо себя чувствую, как бы ничего, но лететь не могу, чтобы, ну, не дай бог, что... Ну, насколько мы видим, мы обыватели, да, которые пришли любоваться этим всем, на самом деле работ очень много, это больше тысячи работ, как вы уже сказали. Вот если говорить о мотивах, о сюжетах, то, опять-таки, возвращаясь к регионам, в каких направлениях они работают? Все, что касается сюжетов, то сюжеты, как правило, они традиционны, и традиционны они именно, вот, например, у наших соседей, это республика Саха-Якутия, это Чукотский автономный округ, это Камчатский край, это анималистика, изображение северных животных, это медведь, росомаха, рысь, волк, олень, конечно же, это и были, и сказки, и просто быт, изображение быта северных народов, это все есть в композициях мастеров из этих регионов. Скажем, вот, Архангельск, это холмогорская резьба, это тоже наш древний промысел, это промысел, так сказать, еще Российской империи, и там у них вот прорезная резьба, в основном предметы утилитарного характера, то есть это подвески, колье, броши, кольца, серьги, украшения, и в то же время иконы, тоже предметы этого утилитарного характера, но вот они есть тоже, это все, холмогорская резьба, Архангельская область. Мастера Красноярский край, Тобольск, это легенды, это мифы, это тоже, конечно, изображение все-таки людей севера и животных севера, но они даны в таких мифических образах, мифологических образах, и это сложные, такие сложно построенные, многофигурные, в том числе, композиции, то есть вот такой вот целый выстроенный мир, который вот живут эти вот люди, эти художники, этих народов. За рубежом, ну, естественно, Аляска, это традиционно, это тоже северные, северные животные, это и утилитарные предметы с изображениями животных, в том числе, там кольца, скажем, там кольцо, а там волк, или рысь, и так далее. Белоруссия, Украина, это утилитарные предметы, которые вот, в общем-то, они люди работают там на рынок в основном, и вот, например, Белоруссия, это целая большая коллекция ножей, то есть там дамасская сталь и рукоятки, сделанные из там резной кости, гравировки и так далее. Это даже зажигалки, которые сделаны, как бы вот само тело зажигалки, это тоже накладки из резной кости. Это, ну, естественно, кольца, даже часы и так далее. То есть это вот утилитарные предметы, которые, так сказать, вставлены в, как произведение искусства, вставлены вот в резьбу. Ну, и так далее. Потому что всех перечислять, конечно, трудно, но примерно вот я ответил на наш вопрос. Мастер, вот, естественно, вы видели все работы, представленные здесь. Какие бы вы отметили? Есть те, которые запали в душу, просто глаз не отвести? Нет, ну, я хочу сказать, никого не обижая, что практически вот у нас сегодня вот на выставке, здесь на фестивале слабых работ нет вообще. И кого-то отмечать прям персонально отдельно или даже какой-то регион персонально отдельно я бы не стал. Потому что я просто хочу сказать о том, что количественно, конечно, Магаданская область, Республика Саха-Якутия, потому что вот мы рядом здесь вместе, и это наибольшее, наиболее представлено по количеству мастеров. То есть, грубо говоря, там одна треть выставки, это вот художники наших регионов, двух. Вот это я бы хотел отметить, именно количественно. Но оценивать все равно придется, потому что это не просто фестиваль, не просто выставка, это еще и конкурс. Да. Соответственно, делать придется все-таки выбор. Делать это будут жюри. Кто в состав жюри входит, и по каким критериям будет оцениваться? Значит, да, у нас не просто выставка, и даже не просто фестиваль. В рамках фестиваля мы еще и проводим конкурсы. Это уже традиционно, и награждаем победителей. И это стимул. То есть мы считаем это необходимым, потому что это стимул и для художников, и, в общем-то, и возможность отметить труд мастеров вот такими вот ценными подарками, дипломами, призами и так далее. Всего восемь номинаций. Это новаторство, это сохранение традиций региональных, это и дебют, это и сюжетная композиция, анималистика и так далее. Восемь номинаций, которых будут победители. И один победитель Гран-при фестиваля, который, в общем-то, главный победитель и главный приз фестиваля. А в жюри у нас, я как председатель жюри, в жюри у нас работает Зотов Ольга Ивановна, искусствовед из Владивостока, почетный член Российской Академии художеств, кандидат искусствоведения. А в жюри у нас Вихлянцев Виктор Максимович, наш заслуженный художник Российской Федерации, председатель секции декоративно-прикладного искусства, Юрбитский Алексей Валерьевич, заслуженный художник. В общем, в жюри у нас достаточно, ну, я бы сказал, такое... С опытом. С опытом, да. Но я думаю, что достаточно объективное. И мы, как бы, как и показала практика, мы не забываем при награждении наших гостей, все наши регионы обычно отмечаем. То есть не так, чтобы только там магаданцы были победители. Как бы такого у нас нет. Ну и вы упомянули дебюты. Насколько я знаю, сейчас в фестивале принимают участие и студенты колледжа искусств. Работы их представлены довольно широко, насколько я поняла. Вот расскажите о них. Как они себя проявляют? Они у нас принимали участие еще в прошлом фестивале. Может быть, не они конкретно, кто сейчас. Но были у нас тоже участники молодые на прошлом фестивале. А на этом просто мы представили как бы практически всех учащихся, всех, кто учится у нас на Косторезном отделении в нашем колледже искусств. У них есть, вы там выделили им площадку. И они представили все, что захотели, все свои работы, которые, именно творческие работы, которые они сделали вот за время обучения в колледже. Много их? Участников? В каталоге из колледжа пять участников. Я думаю, что на выставке семь человек. Вот. И преподаватель. А преподавание там ведет наш художник, и поэтому я думаю, что он все азы, профессии, все нюансы он им дает достаточно грамотно и ответственно. Но и все равно вы с участниками-то общаетесь, да? Вы знаете, кто эти люди. Конечно. Насколько видите вот этот огонь в их глазах? Насколько интересно молодежи сейчас, ну, такое, скажем, не очень-то популярное дело. Ну, по поводу популярности я бы поспорил, потому что... Не массовое, скажем, это действительно, как вы сказали, это штучное. Ну, да, оно не массовое, это штучное, конечно, как и любое настоящее искусство или вообще искусство, это вообще-то штучный товар. И вчера у нас проходила конференция, и наши студенты, они в этой конференции тоже участвовали, я смотрел, им интересно, потому что обсуждалось в том числе и вопросы, скажем, что такое традиция и новаторство, как новаторские какие-то идеи со временем становятся традиционными, ну, и так далее. И как бы разговор о том, что о дальнейшем трудоустройстве, о коммерческой составляющей профессии, о сложностях или трудном, так сказать, деятельности и вообще жизни и работы художника Костореза в современных условиях. и для них это было очень интересно, они участвовали в этой конференции, я думаю, что они для себя много что услышали, много что из этого вынесли. Ну, то есть профессия не умрет точно. Ну, мы будем стараться, мы будем поддерживать и надеемся на то, что вот этот промысел, древний промысел, по крайней мере, на территории Магаданской области мы не дадим ему угаснуть и будем привлекать также художников на наши фестивали со всех регионов, не только России, но и мира и также будем поддерживать художников Косторезов других регионов стран. Ну, и в завершении нашей программы давайте нашим телезрителям расскажем о том, сколько продлится фестиваль, где можно посмотреть еще раз работы и их же можно не только посмотреть, но и купить, насколько я понимаю. Да, фестиваль проходит первый этаж торгового центра Астра, фестиваль у нас будет до воскресенья включительно, то есть до 31 октября, на выставке можно и приобрести понравившиеся работы. Спасибо вам большое за интервью. Напомню, у нас в гостях был Константин Кузьминых, организатор фестиваля Косторезного искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова